Медицинские сёстры Мы говорим с человеком дела, победителем конкурса средних медицинских работников в номинации «Старшая медицинская сестра» Светланы Смельчаковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, сама фамилия вас в профессию привела? Может быть. Может быть, да. Так, ну а если вторая причина наверняка была более веская? Была у меня прабабушка, была начальником госпиталя только в Бийске. А вот, то есть бабушка была врачом, прадед мой врач, то есть все медики практически. Ну, а если бы не этот путь, то какой? Не знаю, я не представляю себя в другую профессию. Сколько лет вы уже в профессии? Ну, в профессии 23 года. А свой первый рабочий день помните, каким он был? Не разочаровались тогда? Нет, вы знаете, это было очень давно, конечно, но я его все равно помню. Вот. Я работала тогда в отделенческой клинической больнице города Барнаулы Железнодорожной. Вот. И в отделении реанимации и анестезиологии. Вот. Нас вызвали на неотложное состояние пациента. Вот. И когда мы справились, оказали эту помощь, вот, спасли человека, меня переполняла гордость, слезы радости. Я была переполнена тем чувством, что я на самом деле сделала правильный выбор в своей жизни, выбрав именно эту профессию. Ну, вот как-то принято считать, что лечат доктора, а медицинские сестры лишь помогают. А вы согласны с этим? Нет, я не согласна. Вот. Потому что я считаю, что все-таки медицинская сестра постоянно находится у постели пациента. То есть под ее присмотром именно пациент находится и днем, и ночью. Врач, он приходит, проводит осмотр. Конечно, это не говорит там о какой-то незначимости, да, врачебной работы. Ни в коем случае нет. Но медицинская сестра, она находится больше с пациентом. Это просто реально. Ну, а вы доктором хотели стать? Вы знаете, вот нет как-то. Так. Вот на ваш взгляд, сегодня охотно ли молодежь идет на должность медицинской сестры? Ведь не секрет, что это не самая обеспеченная специальность финансовая. Ну, я не знаю даже там, как сейчас с этим обстоят дела, но у нас какой-то нехватки в кадрах нет. А вот, то есть у нас полная укомплектованность штата, вот, и какой-то, не знаю, непрестижности профессии, такого как нет. Ну, а ощущаете ли вы, что есть у этого человека призвание, а у этого нет? Конечно, это есть такое, это всегда заметно. Ну, допустим, у нас медицинские сестры, которые работают в нашем отделении, я буду говорить только за свое отделение, вот, они все имеют высшую квалификационную категорию, вот, они очень давно уже работают, у большинства из нас, из работающих в нашем отделении, больше 20 лет стаж, вот, и все на самом деле любят свою профессию, вот, потому что у нас особенные пациенты, особый контингент, вот, это ветераны боевых действий, к ним нужен индивидуальный подход, вот, ну, поэтому у нас таких нет людей. Случайных, что называется, да? Случайных, да. Ну, и давайте поговорим о конкурсе. Вы победитель конкурса краевого среди старших медицинских сестер. Вот, тяжело ли далась победа? Серьезные ли были соперницы, соперники, уж не знаю, были ли? Ну, насчет соперников или соперницы я просто не знаю, а работа на самом деле была проведена огромная, вот, было очень много изучено материалов, документов и всего на свете, всякой различной литературы, вот, то есть я готовила работу практически год, вот, это было очень тяжело, но я считаю, что достойно оценили, что у меня сейчас победа. Но окончательных результатов еще нет, да, поскольку, видимо, Москва утверждает. Ну, наши в Алтайском крае, в Министерстве здравоохранения, то есть они первое место присунили, вот, и наши работы в Алтайском крае отправляются по различным номинациям в Москву, вот, ну и там будем надеяться, что тоже займем призовое место. Будем надеяться, и мы поздравляем вас с профессиональным праздником. Спасибо большое, конечно, спасибо большое. Спасибо, что пришли к вам в студию. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях старшая медицинская сестра краевого госпиталя для ветеранов войн Светланы Смельчакова.